Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами разберем французский средний танк 9 уровня, Sharfur Tour 4. Линия фронта уже подходит к концу и многие игроки, которые действительно упорвались и много играли на линии фронта, выбирают какой танк взять. И многие обратили внимание на француза, когда узнали последний ТТХ и Объект 777, либо как говорят 3 топора, у многих отбил желание брать его. Сегодня мы поговорим про этот танк, разберем все его сильные и слабые стороны, какие у него плюсы, какие минусы, потому что многих игроков отпугивает именно КД внутри барабана. Это мы тоже с вами разберем, потому что здесь есть отдельная тема и все в этом духе. Поэтому сейчас посмотрим его внешний вид, у которого действительно есть кое-какие интересные нюансы. Во-первых, плоская башня. У французов это не так часто встретишь. Ну и в последнее время французские танки как-то на удивление получаются каким-то странными. Один колесник чего стоит и вся его ветка. Ну и этот парень тоже. У него спереди очень дикий наклон верхнего бронелиста и сзади какой-то поднос непонятно для чего. Это экран, который иногда чего-то спасет, но не рассчитывайте. Да, бывают случаи, когда кумулем или фугасом могут назад стрельнуть, этот экран что-то спасет. Но это бывает крайне редко и на это как-то надеяться не стоит. Плоская башня, которая иногда что-то отобьет. Вообще пушка какая-то странная. То есть как будто пушка вообще не от танка, а от какого-то пулемета такого большого или минометки. Не знаю, очень странно. Это внешний вид, это фигня, все. Главное, что он представляет из себя на деле. Многих игроков отпугивает то, что у него перезарядка внутри барабана 4 секунды. И именно многие игроки задаются этим вопросом. Взять ли его, ну а вдруг у меня не получится. Лучше возьму фейса, потому что 3 топора в принципе отпадает. Но это далеко, наверное, не самая главная проблема здесь. Ну, точнее одна из, но давайте разбирать. Что мне в этом танке нравится? Определенно это орудие по комфорту. Потому что само по себе оно очень комфортное. У нас в последнее время, если взять какие-то там французские барабанные танки, у них у всех проблемы с точностью, сведение большое, стабилизация плохая и все остальное. Здесь же, на удивление, все хорошо. Во-первых, бронепробитие 264 на основных снарядах. Пускай основные подкалиберы, но это, в принципе, вот знаете, вот подкалибер такой 10 уровня УСТ. У них там 2068, обычно 4 мм не особо разница. Ну и здесь плюс ко всему хорошая скорость 1461. И он, ну, очень-очень быстро летит. Упреждение брать минимально. Голдовый снаряд пробивает 330, эльфа, конечно же, 390. При скорости в 1060. Тоже неплохо, потому что обычно такая тенденция кумуль 900-800 летает слабенько. Здесь он с неплохой такой скоростью летает и стоит 4800. Голдовый снаряд, а обычно снаряд стоит 1210. Тоже не особо дешево. Но в плане экономии это далеко не самый такой какой-то затратный танк. Ну и есть фугасик, на котором, наверное, никто не катает. 53 у него бронепробитие и 480 эльфа. Брать ли с собой фугаса сюда я не советую, потому что здесь беда такая, как раньше была на Мантикоре. И всей этой ветке недостаточное количество снарядов. 32. Я понимаю, что на то, чтобы перезарядиться, на то, чтобы отдать снаряду, уходит практически минута. Но это 4 снаряда. Здесь 32 не всегда хватает. То есть, как бы там ни было, то, что не так просто все снаряды отдавать, но иногда их не хватает. Тоже нужно учитывать. Поэтому фугасы здесь возить только на ваш страх и риск. Следующее это КД. Сам танк перезаряжается действительно долго и игроков больше нет. Отпугивают, а отпугивают именно КД внутри барабана. 4 секунды. Я могу сказать то, что небольшие-небольшие плюсы есть и в этом. В том, что это лишний раз вас сковывает. Просто так выехать и попробовать отдать барабан. Потому что на Шкоде, на каких-нибудь там, не знаю, ТВП, на Проджета, там все-таки система дозаряжения, там немножко другое. Там ты меньше насчет перезарядки думаешь. А здесь приходится, потому что тебя сковывают лишний раз выехать и отдавать снаряды. Потому что на то, чтобы отдать барабан, у тебя выйдет секунд 13 где-то. Да, пускай, если взять точно, то секунд 12, если ты будешь прям успевать в секунду, в секунду, в миллисекунду прям. Ну, секунд 13 в общем, потому что где-то досвестись, где-то нужно будет что-то выцелить и все. Это очень много. За 13 секунд перезаряжается большое количество танков, не говоря уже ПТ-САУ. И в этом проблема, допустим, вот так вот выехать на 277 и просто раздать. Не получится, потому что как минимум он тебе может один выстрел дать. А если ты ошибешься, два. И уже ты получишь практически на 950, там на косарь. И если ты раздашь на 1500, да, с барабана 1560 выходит, это хорошо. Но ты потом-то будешь убегать на перезарядке, а он тебя может догнать и пострелять, потому что танк не самый медленный. Поэтому здесь приходится лишний раз подумать, когда стоит выезжать, а когда не стоит. И в этом плане он немножко тебе экономит хп, потому что ты боишься лишний раз выехать. Но плюсы небольшие в том, что я уже сказал. Во-первых, он тебя сковывает раз, ты меньше подставляешься. Во-вторых, когда у тебя слишком долгое КД внутри барабана, ты иногда можешь какую-то позицию чуть получше подыскать. То есть первый выстрел дал, допустим, поставил на каток, раз, чуть объехал и с бортика уже стреляешь. То есть есть такие вот небольшие плюсы. Но, конечно, минусы в том, что вот так вот просто по-быстрому въехать, отдать и уехать секунд за 5-6, а как ТВП делает за сколько получается, 4,5, конечно, не получается. У нас только один снаряд за столько перезаряжается, за сколько ТВП отдает снаряд. То есть сказать то, что это супер какая-то проблема, ну не совсем, просто непривычно. И я советую тем игрокам, которые его взяли, и вот сейчас у них не получается, просто побольше поиграйте и поменьше подставляйтесь. Вот и все. Если бы здесь КД было в 2 секунды, это бы, наверное, была вообще БСТ такая, ну супер универсальная. Возможно, она даже лучше бы смотрелась в ветку батчатов, чем сам батчат. Но это отдельная тема. ДПМа, конечно, здесь никакого нет, потому что перезарядка 40 секунд, и здесь лишний раз перезарядиться не получится. У меня такая проблема была в контре, когда, да у многих, наверное, берешь калаш, пару выстрелов сделал, и надо перезарядиться, потому что 27-28 патронов не хватит. И в танках то же самое, играя на ТВП, один снаряд откинул, ты думаешь, ладно, перезаряжусь, все равно там КД 23 секунды с копейками на дозаезжание, ты вообще об этом не задумываешься. А здесь приходится. Здесь ты понимаешь то, что если ты уходишь на КД, тебе предстоит очень-очень долгое КД, 40 секунд, и тебе это время нужно не получать, нужно как-то отстояться и потом выезжать. И КД, опять-таки, внутри барабана долгое. То есть вот такие вот особенности здесь, даже когда у вас 2 снаряда, с ними можно кататься и выстрелить их, потому что пока вы можете дозарядиться, точнее, ну, перезарядиться, у вас потом вообще никого не останется. То есть это отдельная наука, слишком тонкая материя, и, наверное, все уже поняли то, что здесь просто так на перезарядку не уйдешь. То есть еще больше думать надо. Что касается точности, времени сведения и стабилизации, танк комфортен, потому что время сведения 2.2, и сюда нужно ставить усиленные приводы наводки. И разброс на 100 метров 0.34 тоже неплохо. Точность можно неплохую сделать. При всем при этом стабилизация хорошая, но от поворота корпуса далеко не самая лучшая. Но от поворота башни неплохая. А так как корпус у нас поворачивается далеко не быстрее всех, там небольшие градусы, 36, то это дает нам такую вот видимую стабилизацию от поворота корпуса. Тоже неплохо. И что касается УВНов, пушка на 7 градусов вниз опускается, не по всему сектору, насколько я понял, с лба и по бокам, сзади она не опускается, типа как на Паттоне. То есть если уезжаешь, то это проблема. Но в то же время уезжать на шарфутуре, это обозначает, что ты на КД, потому что, ну, других вариантов там нет. Что касается брони, здесь я вам покажу, потому что это отдельная тема, о ней нужно подробно говорить. Нижний бронлист там 59 мм, он пробивается всеми, никаких проблем вообще нету. Против любых машин все пробивается. Верхний бронлист, если можно так его назвать, вот здесь существуют определенные такие моменты, которые танк может позволить потанковать, потому что наклон дичайший, сам-то бронлист небольшой, он 45 мм, но наклон очень-очень большой, там в приведенке больше 300. Но нужно понимать то, что если танк будет стоять прямо, это неплохо, но стоит играть на рельефе, то проблема сразу появляется, прошу прощения, потому что угол сокращается и пробивает туда легко. Ну и против высоких машин, какого-нибудь Type 5 Heavy, Mausa и других машин, у которых высокое расположение орудия доставляет нам проблемы. Что касается бортов, конечно, все пробивается. Башня здесь под приведенкой составляет 205 мм, и это не пробивает только, может, и Стэна 8 уровня на обычных сториадах какие-нибудь ЛТ и тому прочее. Ну а так в основном все. Ну и, собственно говоря, Артанас очень-очень любит, ну и с бортов, с кормы все это пробивается, и фугаджасами, и всем остальным. То есть здесь фугас даже в лоб от КВ-2 может зайти. Так что это определенные проблемы. То есть на бабаху просто так вот и лбом, а, и сейчас танкану на 700, потом поеду. Нет, здесь нету. Чаще всего у нас будет хлопать с первого выстрела. Здесь доставляет определенные проблемы. Что касается мобильности, танк тоже неплох. Он не супер как-то здесь выделяется, потому что именно его вертлявость, да, она не самая лучшая, но при всем при этом максималка 60 вперед-20 назад при удильной мощности в 23 лошади позволяет нам и занимать различные фланги, и все. То есть если бы это был медленный барабан, вообще вопросов нет, он бы никому не нужен был, потому что КД еще долго. Ну а так он здесь неплох. Следующая незаметность. Танк более-менее неплохой по незаметности. Он не самотоповый, но действительно неплох. И это доставляет нам определенные плюсы. Какие-то, не знаю, там позиции можно занимать, оттуда откидывать. Но так как у нас долгое КД, противник к нам может быстро подъехать и засветить. То есть в принципе маскировка есть, но не сказать то, что ты как-то супер часто пользуешься. И непонятно почему обзор 380 метров, если было бы здесь 400. Наверное, это сделано с расчетом того, чтобы ты не засвечивал противника супер-супер издалека, чтобы он успел к тебе подъехать, и ты не успел ему отдать все снаряды. Я думаю, это рассчитано на это. То есть доставляет определенные здесь минусы. Что на данный танк ставить? Лично для себя я нашел следующий, ну не знаю, склад. Это стабилизатор, это усиленные приводонаводки и улучшенную вентиляцию. Можно, конечно, сюда поставить оптику, потому что обзор здесь не очень, и это доставляет определенные проблемы. Но, честно говоря, я лично вот катаюсь с таким набором, потому что светить на данном танке я уж точно не буду. Для того, чтобы посветить, есть у меня другие машины в ангаре. И в принципе, ну обзор здесь довольно сложно раскачать. Можно, конечно, и оптику, возможно, я ошибаюсь, но это лично моя такая комбинация. Я никому ее там супер не советую, но это что для себя я нашел-то на качество стрельбы. Можно, конечно, и оптику впихнуть. Но здесь три члена экипажа, поэтому обзор качнуть очень-очень сложно. Вы понимаете, то, что на командире, здесь командир, наводчик, мехвод, водитель. Слишком много подвязано. Здесь нужно очень-очень многое прокачать, и в этом определенные сложности. То есть нужно здесь и лампочку, и боевое братство. Только потом качать там, не знаю, длинный глаз на обзор или еще что-то. Вы понимаете? То есть нужно покатать. Но если у вас есть экипаж, конечно, неплохой, то можно посадить и все. Но вот такая вот проблема, то что всего три члена экипажа, и качать очень-очень долго перки. Вот такая вот проблема. Ну а так танк интересный, подарит какие-то новые такие ощущения. Вроде бы у тебя барабан, но что-то слишком долго, и ты не всегда. То есть очень мало моментов бывает, когда ты просто его можешь отдать. Но в то же время, если ты два барабана откидал за бой, 3000, это неплохо. За 8 боев у меня средок получилось 2853. Не супер много и не мало. Я игрок не экстраординарный, чуть-чуть выше среднего, да, там зеленый, чуть-чуть голубой. Поэтому, Березову прошу прощения, а то смотрите, за фразу можете зацепиться-то. И для меня это неплохие показатели. То есть интересная машина, но сказать, что я на ней там супер как-то упомрачительно каждый день катал, нет. Но она интересная и подарит какие-то новые ощущения. Как-то так. Если вы супер-супер умеете играть на барабанах, однозначно, да. Если вы игрок, который не особо там постиг дзен в игре на барабанах, или на дозаряжании, то... Хотя дозаряжание, наверное, здесь даже не совсем подходит. То однозначно нет. Как-то так, ребят. Всем большое спасибо. Танк советую брать, но игрокам более опытных. Дальше мы разберем фейса и третопора. До новых встреч. Пока-пока.